Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышина. Сегодня 26 марта 2020. Небольшой сюжет. Встретилась мне случайно в недрах Большой Советской энциклопедии. Искала я там совсем другой материал. Материал, который соответствует сегодняшним нашим регалиям. Вот тому, что происходит в мире и у нас. Но тем не менее у меня попалась вот такая заметка об итальянском скульпторе Медардо Россо. В энциклопедии от 1974 года было фото одной скульптуры, на которую нельзя не обратить внимания. Как на что-то уродливое, но глаз приковал. Что такое? Что это за скульптура такая? Что это происходит? Это отпечаток пережитой болезни, что ли, которая исказила пропорции человеческого черепа. Ещё моё внимание привлекло то, что манеры скульптуры Росси несут отпечаток пережитой трагедии. Далее выясняется, что скульптор живёт в одно и то же время с Анной Голубкиной. Подробные исследования её скульптуры и главной скульптуры – пловец на барельефе МХАТ в Камергерском переулке Москвы. Смотрите мой фильм, читайте статью на блоге. Спрячься на видном месте. Помните? Ссылки будут даны в описании. Скульптор создаёт такие странные для нашего восприятия скульптуры. Просто страшные. Да, у него стиль Родена. Роден был учителем Анны Голубкиной. То есть как бы они из одного гнезда. Но всё равно это очень странно. Вот такое восприятие. Голубкина и в Париже была, и в России создавала свои работы. Здесь тоже Италия, Франция. То есть Европа и европейская часть России. Вот они создают такие скульптуры. Для нашего восприятия они странные. Это как косвенная улика произошедшей катастрофы, которую убрали из памяти народов мира. Такая репродукция того времени. Второй половины XIX века, начало XX века. Ну и также справка из Википедии по всем этим странным скульптурам. Творчество. Творчество Медарда Росси моделировал малые фигуры и группы фигур из глины и гипса, которые он в целях достижения импрессионистских световых эффектов заливал воском. Импрессионист, значит, это получается вот это страшное всё, то, что сквозит какой-то трагедии, смертью. Это, значит, импрессионизм называется. Беглый схематичный характер его пластических работ напоминает богатые контрастами мастерски сделанные чёрно-белые фотографии. Ну не знаю, не знаю. Аморфная масса материала и тени в усугублениях его скульптур при внимательном рассмотрении создают поистине волшебное, чарующее изображение, основанное на взаимоотношении скульптуры с окружающим её пространством и светом. Вот такое описание работам. Волшебно-чарующее, ну не знаю. А как вы это видите? Напишите ваше впечатление от этих скульптур. Посмотрим скульптуры. Медардо Россо. Ну, допустим, женщина успокаивает плачевого младенца. Допустим, какая-то старуха. Очень много вот закрытых глаз. Они как бы стёртые. Большой лоб. Что же, вот стёртые глаза. Деформированные. Деформированные черепа. Сказать, что он не умеет делать нормальные черепа, нет, умеет. У него есть там прекрасная работа. Тем не менее, он почему-то вот создаёт такие. И это как будто маска. Это как насмешка. Это вообще страшная маска. Она производит на меня лично страшное впечатление. Потому что можно было сделать какую-то законченность головы. Она как будто разбита. Странная фигура малыша. Глаза как-то затёрты. Затёртые глаза. Большой лоб и затёртые глаза. Это что такое? Вообще, вот здесь символы смерти везде. Дети, они тоже какие-то ужасные. Может быть, вот эта фигура ещё более-менее. Но вот эта, она почему так сделана? Не знаю. То ли за счёт цветовой гаммы вот этой. Вот, пожалуйста. Почему не сделать голову? Что это означает? Что это за дополнение к человеку? Зачем? Нет глаз — это символы смерти. Что-то вот размажённое, размазанное. Что здесь такого светлого и прекрасного не вижу? Мёртвая голова. Мёртвая голова. Уже обезображенная чем-то. Как будто глины. Почему они такие жёлтые? Вот ещё одна мёртвая голова. Тоже очень странная какая-то скульптура. Боже. Опять мёртвая голова. Опять нет глаз. Тоже нет глаз. Вот это что такое? Что это за скульптура? Что у него в голове происходило? Почему такие образы, ассоциации? Умершая. Мёртвая голова. Это что такое? Залито всё чем-то. Залиты как будто фрагменты человека. Это же не может быть случайностью. Всё в какой-то массе. Мёртвая голова. Нет глаз. Нет жизни. Только намёки, что это человек. Да. На этом фоне скульптурных инструментов. Вот, пожалуйста, нормальный портрет человеческий, живого человека. А здесь уже не пойми, что как будто из носа что-то капает. Вот всё, вот облешено вот этой, этой массой какой-то. Мёртвая голова. Мёртвая. Вот так. Опять в какой-то массе человек находится. Слишком много символов. Слишком много символов. Всё в массе. Лицо. Так. А здесь? А здесь как будто раненая голова. Вот что это так? Зачем так? Как будто это по голове чем-то проехалось. Что-то проехалось по голове. Резануло. Ну, в общем, не знаю. Мне картины эти кажутся жуткими. Жуткими. Ну и как водится, в этих не волшебных, а мистических совпадениях этого времени сюжетов Росса и Голубкины Родена не обошлось без Булгаковщины. Почти по роману мастера Маргарита, как Берлиоз, Вики пишет. В 1903 году во время поездки в Вену попадают под трамвай и был тяжело ранен в голову. В 1922 году мастер возвращается в Милан. В 1927 году серьёзно заболевает. Умирает во время операции. Какая-то Аннушка опять разлила масло. Благодарю за внимание. Надеюсь, вам было интересно. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на канал. Всех вам благ. С вами был Игорь Негода.